Дени, арбузы, пшеничные булки, щедрый зажиточный край. И на престоле сидит в Петербурге батюшка-царь Николай. Дени, арбузы, пшеничные булки, пшеничные булки, пшеничные булки. Я вас спросил, значит, мне интересно, вы бы не спрашивали, откуда я. Спросите я, откуда есть еще какие проблемы. Но вы должны были догадаться, вы спросили, вы меня не спрашивали, как меня звать? Я не спрашиваю, мне не важно. Если вам важно, спросите я вас. А мне важно. Я вас спрашиваю, как бы ваше имя, будьте-будь. Олег, очень приятно, мне взятие. Хорошо, Олег, меня Анатолий, видите, я даже не жду вашего соглашения сразу. А меня Анатолий, я в Киеве, а вы? Да, я в Торонто. В Торонто? Да. В Канаде что ли? Да, в Канаде. Ни хера не верю. У меня страна России. Ну, не верите, пускай будет Россия. Это не особо важно для разговора. Не, ну, а как вы могли в России сказать? Вы что, первый раз в чат рулетка, не знаете, что такое VPN? Знаю, слышу, слышу. Не знаю. Это, во-первых, это, во-первых, я вам скажу. Это, во-первых, а во-вторых, я вообще из Харькова уехал. Я два раза в год был, когда летаю в Харьков, два раза в год бываю в России. Через Шремечево, через Заводедово. А вы скажите, как я могу в России оказаться? Почему я не могу в России оказаться? Теоретически. Подожди, а что ты в Харьков летаешь? Так ты в Харьков летаешь или в Россию? В Харьков. Бывает и только в России, бывает и в Харьков. Но все вот через Россию. А куда? А, все равно через Россию. В Харьков-то тоже через Россию попадают? Ну да. Как? Ну как, как. Долетаешь до Шереметьево или до Мадедово. А потом садишься... А потом? А потом садишься либо на поезд Москва-Харьков, либо на... Но дешевле на поезд Москва-Харьков. А нет, нет. А, есть такой поезд? Есть такой поезд Москва-Харьков? Ну и она как же есть. Есть и Петербург-Харьков, и Москва-Харьков. Но дешевле и быстрее доехать на экспрессе до Белгорода, а потом на такси или на маршрутке до Харькова. Так оно быстрее... Я понял. И что, через границу без проблем, да, на маршрутке? Или до границы, а там уже наоборот, а там на новой машине. Нет, ну может, может... Дело в том, что пешком через границу быстро переходишь. Кто спешит, тому... Нет, подожди, ты на машине, говоришь, из Харьков, из Белгорода на машине приезжаешь в границу. Ну на маршрутке и на автобусе, да. Я говорю, если с грузом, с чемоданом, лучше на автобусе ехать подождать немножко. Там можно часа на два застрять. Подожди, подожди, смотри. Ты подъезжаешь в границу, и там ты выходишь из автобуса. А автобусы дальше на Украину не идут, да? Или есть прямые? Ну прямые, где он, где Харьков? Есть прямые? Ну и Москва, Харьков есть, штук восемь, наверное, в день ходят. Я сидел в день, вот это новости для меня. Я думал, что вас уже перекрыли в полу. Ну святое место пусто не бывает. Если самолеты отменили, значит все сместилось на автобусы. Поезда тоже обкарнали. Значит, вот я вам скажу, при СССР, при СССР, из Харькова... Не, подожди, подожди, по-моему, до сих пор из Киева в Москву что-то ходит. Что, по... ЖД, ЖД, ЖД. Ну из Харькова ходит, из Днепра ходит. ЖД ходит только мало. Ну ладно, ходите, слава Богу. Я просто говорю, что тут сообщающие сосуды. Если перекрыли авиа, обкарнали железную дорогу, но что сместилось куда? На авто. То есть вот, я к примеру, при СССР, из Харькова до Белгорода ходили автобусы 32 рейса в день. Ну, два числа до Белгорода и 30 проходящих. Не считая поездов. Да, я только... Ну, поездов ходило вообще 90. Я говорю про автобус. 32. 32. Как тебе там хроники твоего? Нет, я, 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 да скажу, мысль. А сейчас ходит, сейчас 96 автобусов в день. Из Харькова до Белгорода. Ну, это, 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 это включая те, которые в Белгород по объездной. То есть, ну, вот на Москву, они в Белгород не заезжают, они по объездной. Но кого нужен до Белгорода, тот выйдет и там уже на маршрутке доедет. Кому срочно нужно. Ну, я к примеру говорю. Так что, тут сообщающие сосуды идут. Ты русский патриот, да, я так понимаю? Или ты харьковчанин? Ну, патриотчанин. Русский патриот. Ну, я русский по национальности. Одно другого не мешаю. А патриот ты, русский или украинский? Ну, в принципе, харьковский, харьковский. Не украинский, считайте, не украинский. Я считаю... Харьков, подождите. Я считаю... Олег, Харьков, это Украина, значит, ты украинский все-таки патриот? Ну, что, значит, Харьков, Украина, географически, я понимаю. Но это не значит, что я должен быть патриотом Украины. Именно потому что... Ты человек с двойным веном, да? У тебя, ты харьковчанин, в то же время ты под жопой носишь российский флаг, да? Я поясняю. Именно потому что Харьков – Украина. Украина паразитирует на харьковском научном, промышленном и природном и вузовском потенциале. А может, Россия или Советский Союз паразитировали на Харьков? Тоже паразитировали, только в меньшей степени. А вот Российская империя не паразитировала. Наоборот, до 1904 года давала Харькову льготы, что обеспечило ему бурное урбанизационное развитие. То есть Харьков был в начале 19 века 14 тысяч населения, а в начале 20 века, уже в 15 году, уже 320 тысяч, в 1915 году. Видите, как бурный рост? Это потому что Российская империя ему обеспечила, не паразитировала на нем, как СССР или Украина, а давала налоговые иные льготы. Вот где-то так. То есть ты сторонник царства России? Ну, сейчас это не то время, чтобы пропагандировать ценности царства России. Но я благодарен Российской империи за то, что она так подняла Харьков резко. Если бы я был патриотом, например, города Львова, А как ты, обожди, обожди, я скажу, ты спросил, я тебя хочу спросить. А как ты, обожди, ты вопрос задал, я начал отвечать. Ты перебиваешь и начинаешь новые вопросы. Как это нужно, что ты коммунист? Отрицательно. Ах, тогда я тебя понимаю. О, если я отрицательно, тогда я понимаю. Я вернусь. Видно, видно, что ты из Харькова. Ну, я фитоправнук Деникинского офицера. Причем не младший. Тогда так, еще один вопрос. Ты считаешь себя русским национальным? Националистом? Нет. Я просто русский по национальности. То есть националистом в Светвиле не всегда, да? Нет. Ажиа. Лучше бы было. Ну, с другой стороны, какой у тебя националисты здесь как-то чаще? Ну, может быть, и в Харькове есть и русские националисты, и украинские националисты. Ну, что значит националисты, которые считают свой этнос по старому национальности, это как-то выше, выше, чем другие. Это, вот, на Западе это некорректно считается. Поэтому это так не считается. А я вот с тобой абсолютно согласен. Некорректно считать свой этнос выше других. Но любить свой этнос. Это националист. Любить свой. Ну, это патриот, патриот этический, я бы сказал. Да, да, да. Они не националисты, а патриот технический. Нет. Патриот и националисты это одно и такое. Ну, немножко оттенки есть разные. Оттенки есть. Оттенки есть. ну ладно приятно было побеседовать я хочу сейчас спросить ты раньше русские захватили полдом ну в принципе нет знаешь почему потому что потеря электрота донбасса восточного равно как потеря электората крыма это потеря для харькова для харькова антикиевского электората поэтому я не рад то есть баланс сместился в вашу сторону электоральный даже несмотря на то что там вы порох проиграл все равно к сожалению потеря электората восточного донбасса или крата крыма это есть потеря антикиевского электората для всего востока украины вот такая моя позиция то есть ты был счастлив когда донецкие и крымские выиграли выборы и в десятом году президентом стал янукович он был во время прибыли на компании наш но как только он стал президентом он сразу свой электорат кинул сразу причем он помчался в хмельницкий если вы помните он помчался в хмельницкий и без зазрения совести заявил об украинском монопольности статусной то есть обещал он русский второй государственный только прошла инаугурация через три дня или через пять помчался в хмельницкий и начал заигрывать с украинским контингентом в плане того что мова остается единственным государством вот такая это была сволочь отсюда вы выбрали я же видел его так кстати он в общем-то если вы в курсе он завершен в убийстве кушнарёва ну по версии по основной до 100 процентов вот то есть после убийства кушнарёва я стал к нему относиться отрицательно резко поскольку кушнарёв был я находишь это пустое место было а теперь я спрашиваю ну и кого же выбрали я никогда не считал януковича за умного человека но ты же за него голосовал 10 откуда вы знаете если два говна одно из них приходится выбирать вот такой вопрос я вижу вы ориентируетесь помнишь события в украине 14 года февраля я в этих событиях участвовали но на майдане участвовали но это в киеве янукович убегает из киева в харьков и летает и там собрались юго-восточные губернаторы на съезд на который должен был пойти потом на который он обосрался но он на съезд не пошел и срочно свалил в Донецк он срочно свалил в Донецк и хотел в Донецка вылететь в Россию но ему там путь дали в аэропорту не где губернатор в Крым свалил так почему он на съезд не пошел есть там что он вдруг он Он на тот момент был легитимный президент еще в Харькове, это когда он с Харькова свалил, потерял всю легитимность де-факто, а потом уже ты был. Ну, знаете, в Харькове он был еще легитимный президент. А что он стал? Потому что он секундман, он секундман. Ну, была версия, он боялся какого-то снайпера, да? Слышали такой версии? Что там якобы снайпер засел на крышу. Он боялся своего. Он в Западной Украине от яйца чуть-чуть сдохал. От яйца, ты же знаешь? Ну, не в Западной это, по-моему, в Хмельницком было. Какая разница? Хмельницком, Хмельницком, Хмельницком. Не, ну, что вот эти, его определяют это яйцо, я считаю, что тут как раз к нему претензий быть не должно, потому что ему команда, ему охрана скомандовала... Нет, обожди, обожди, я так скажу. Ему охрана скомандовала, ложись. И он четко исполнил требования своей охраны. В данном случае какие претензии? Он лег. Ему была говно, ложись. Он лег вырубился, он сознание потерял, переселил. Я не об этом. Я не об этом. Ну ладно, давай, да. Я не об этом. Я не об этом. Я думаю, зачем, как и почему вы умудрились это говно выбрать президенту. Расскажите. Я сам удивляюсь. Был же там Цибибко вариант, был вариант тот же Кушнарёв. Его уже убили, думаю. Ну да, да. Нет, я имею в виду, мы же говорим... А, ну я думал, так же за пятый год. Пятый год, когда выдвинули Януковича, его же избрали, потом отменили. Я про пятый год говорю. Его избрал в сутки. Ну да. Но не украинский народ. Понятно. Ну ладно, что, еще вопросы есть? Нет. Ну приятно было побежать. Обожди, обожди. Но ты мне улица родная, и мне погода дорога.